Владельцы Аркалыкской птицефабрики в Кустанайской области не могут получить полную компенсацию от государства. Это почти 200 миллионов тенге. Осенью прошлого года птичий грипп уничтожил на предприятии все поголовье корни сошек. А это больше полумиллиона особей. Свои права бизнесмены отстаивают в суде. Артем Грапов следит за процессом. Саидель с Аркадбай на птицфабрике трудится уже 13 лет. Начинал грузчиком. Теперь он бригадир. После вспышки птичьего гриппа боялся, что останется без работы. Но коллектив предприятия разгонять не стали. После прозрачения мы дальнейшее работали. Мы птичник готовили, мыли, оборудование чистили. Телефекты делали, получается. Вот у нас такого зарплата, задержки ничего не было. Уже две недели здесь заполняют птичники суточными цыплятами. Молодняк везут из Караганды. Сейчас 58 тысяч голов. К 5 февраля планируют довезти до максимума 220 тысяч особей. Работать пока будут только три птичника из 16. Это сортировочный цех. Таких на птицефабрике три. Они могут в сутки расфасовать 300 тысяч яиц. Уже три месяца это оборудование простаивает. И пока не появится первая продукция, оборудование зарубежное, дорогостоящее, не будет работать. По прогнозам местных специалистов, первая продукция появится лишь в мае, когда молодняк подрастет. Все эти три молодняка, которые мы сейчас посадим до 5 февраля, они переходят плавно на промышленный стадо. И потом мы еще вторую партию сажаем в этой же птичники. И дальше до конца года мы должны вернуть то поголовье, которое мы потеряли. Чтобы быстро восстановить предприятие, требуются деньги. Как минимум 1 миллиард тенге. 500 миллионов вкладывают учредители птицефабрики. Другая половина льготный кредит от государства. Изначально птицеводы надеялись на компенсацию, но ее получили спустя 3 месяца после вспышки птичьего гриппа. И только 455 миллионов тенге. Это 70% от положенной суммы. А около 200 миллионов до адресата пока не доходят. Мы не получили не всю сумму. И РПО, Республиканский противопозитический отряд и Комитет ветеринарного контроля не планируют выплачивать нам оставшуюся сумму. В связи с этим мы вынуждены были обратиться в суд за обжалование действий госоргана, за защитой своих интересов, в котором мы доказываем о том, что правилами, действующим законодательством предусмотрена обязанность уполномоченного органа произвести выплату и предусмотрено наше право получить эту компенсацию. Ответчиками по делу проходят структурные подразделения Министерства сельского хозяйства. Это Комитет ветконтроля и надзора, Республиканский противопозитический отряд и Кустанайская областная территориальная инспекция ветконтроля и надзора. Свои доводы стороны озвучивают в специализированном межрайонном экономическом суде. Следующее слушание проведут 21 января. В Минсельхозе это пока никак не комментируют, но в ближайшее время обещают дать письменный ответ.